Смотрите, какие мне розы подарили. Конечно, я не могу пройти мимо и не написать их. Ситуация очень похожа на предыдущие хоризонтемы. Вы видели, возможно, на моем канале. Может быть, вот эти белые яргины видели. Как видите, белые цветы и такой приятный серый фон холстинки. Почему я снова и снова пишу, ну, практически ставя одни и те же задачи? А вот, чтобы была живость, легкость, о которой вы так часто меня спрашиваете. Конечно, это зависит не от кистей, не от растворителей и не от красок. Это зависит от того, сколько раз вы повторили тот или иной этюд, пока в руках не образуется та самая легкость. Я приготовила холст 70 на 50, не очень маленький. Краски мои любимые, все те же. Белые белилы титановые, черные марс черный. Из зеленых у меня только умбра ленинградская. Сиена натуральная. И попалась мне сиена желтая вместо коричневой. Синяя – это ультрамарин светлый. И желтый кадмий есть. Там я мало, на палетре сейчас додавлю. Большой пузырь у айцепирита купила. И поэтому там немного он разбавлен подсолнечным маслом. Масленки в основном айцепирит. Беру маленькую кисть для начала и буду намечать рисунок. Масленки в основном айцепирит. Масленки в основном айцепирит. Не зарисовывайте. Все-таки очень важное значение имеет композицию. Даже на маленьком блокнотном листочке. Если плохо закомпонован ваш рисунок, нет смысла его продолжать. Именно поэтому иногда почти готовые желтые пусы. Перекрашивается в фильмах. Идеально, если поиск композиции проходит на эскизах. Маленьких карандашных черкушках для акварельных. Где расставляются именно вот тоннайные листья. Будете представлять не как листья, а именно большое зеленое пятно, у которого есть это вот сейчас. Ваш лист, ваш холст. Вам будет гораздо проще понимать, чего надо делать, куда надо. Не очень стандартно. Вот эта тень, ее равновесить. Это сложное пятно, но не обещаю, что это будет хорошо. Желеписи начну с самого темного пятно. Здесь у меня, оказывается, есть еще коврик зеленый, темный. Мне, в общем, сейчас он пригодился. Для вот этих смесей. Это улыбка. Я высоко цветочки наносила. И, конечно, сейчас сюда переместится. И, конечно, я высоко цветочки наносила. Принимает гораздо лучше. Поэтому мы точнее берем размер вот именно кисти. Почему я не советую долго сидеть, вырисовывать и отрисовывать, если потом вы начнете живопись, начнете ее именно с больших таких. Все досконально. Как только вы возьмете пятно, выяснится, что досконально вы прорисовали они фон. Ну и нужно носить. Вот как сейчас, думаю, серьезно у меня свежился весь букет фон. И вот, к слову, пришлось. Несмотря, что у вас там будет фоном. Если вот у вас, например, может быть 25 самоваров, то 24 самовара будут фоном для того одного, который вы напишете. То же самое и в букетах происходит. И в портретах, в общем-то. Чем бы. Могу там замкнут фон писать. Как раз, где вам более холодные цвета на этих розочках. Относительно источника освещения. В разном располаганных пространстве. Мне надо дать тот том, тот оттенок сейчас. Но это я бленый слишком одинаково. Чего не может быть, разум. А разум, вот так. Повернутая восточник освещения. Ну, в общем, произошло то, что произошло. Как я и перечувствовала, розочек оказалось маловато. Для такого формата пришлось доставить на серморт. И сейчас я буду исправлять эту композиционную. Такую ошибку, провал. Извините, оба мать. Продолжение следует... 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 До свидания... Продолжение следует... Продолжение следует...